Запуск нового ткацкого цеха событие важное и даже волнительное в контексте истории губернии. Чудеса перевооружения демонстрирует Меланш Текстиль. Современное предприятие, ведущий производитель тканей для спецодежды полного технологического цикла. Придение, ткачество, отделка. Все под одной крышей. Уникальная площадка для области. В прошлом году предприятие получило льготный заем от Фонда развития промышленности на сумму 100 миллионов рублей на приобретение современных ткацких станков. Просто скоростная разница скорости на станке увеличена в пять раз. То есть один станок и тема вместо пяти станков СТБ. И плюс это еще и качество. Это уменьшение браков по полотну. Это равноплотность по полотну. И также, как вы видите, это единый рулон, который сразу же идет в отделочное производство. Тем самым уменьшаются трудозатраты. Сотрудники стажировались, прежде чем встать к умным станкам. К современным условиям потянулась и молодежь. Зарпад нормальный. Устраивает, не задерживает, ничего. Все хорошо. Мне нравится на них работать больше, чем на старом оборудовании. Ну, метры, ну, такие большие, скоростные, там все вот это вот. Лучше идут. Ну, как бы вот более современные, можно сказать. А так мне нравится. На мероприятии много серьезных персон приехали поддержать. Ивановская область у Минпромторга на особым счету. Лидер с точки зрения открытия новых производств и получения субсидий от государства. Небольшой пример. Всего за 4 года, там, за 3-4 года работы Фонда развития промышленности, легкой, легком, было поддержано 18 предприятий. Из них 7 находятся в Ивановской области. С 13-го года устойчиво 3 предприятия от области получают поддержку по линии Фонда развития промышленности. А это еще одно знаковое для экономики региона событие – подписание соглашения взаимодействия между двумя фондами развития промышленности – федеральным и местным. Подобные организации созданы в 60 субъектах страны. На региональный фонд в этом году из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Соглашение дает возможность финансирования совместно с региональным фондом и нами небольших проектов. Мы специально разработали такие условия программы для небольших проектов. Сумма займа от 20 до 100 миллионов рублей. Есть возможность финансирования со стороны нас и регионального фонда. Мы в сделку даем 70% финансирования региональный фонд 30. Как раз с фокусом на малый и средний бизнес. Федеральным фондом развития промышленности профинансировано 8 проектов Ивановской области. По трем уже завершена стадия реализации и идет выплата займа. Вчера буквально было принято еще одно положительное решение. Еще один проект от Ивановской области на сумму свыше 200 миллионов рублей получит льготный займ с фонда развития промышленности. В модернизированном цеху теперь делают две новинки. Ведомственные ткани с антистатиком, которые раньше выпускали только за рубежом. Их используют при пошиве одежды для военных, сотрудников УМВД и УФСИН. Теперь все отечественное. Елена Вилова, Денис Денисов, РТВ Иваново.